Идеальное утро. Как оно выглядит? Я просыпаюсь в 6 утра с идеально уложенными волосами. Легкий ветерок дует из моего окна и я надеваю наушники, включаю расслабляющую музыку и приступаю к утренней рутине. Конечно же, Идеальное утро включает в себя тренировку на улице. Куда же без этого? Продолжение следует... Теперь я наполненной энергией возвращаюсь домой. Начинаю читать книгу, работать, учиться, узнавать что-то новое, расширять свое мировоззрение. Ну и после этого можно уже приготовить себе полезный протеиновый завтрак. И после такого сытного завтрака остается лишь написать цели на день, такие как 10 шагов как стать миллионером. И после этого можно проснуться. Да, настоящее утро не такое радужное. На моей голове что-то типа гнездо лицо, слегка опухшее. И, черт возьми, очень холодно, потому что осень. Обычно я просыпаюсь в 6.45, но сегодня суббота и первый урок это физра, поэтому сейчас 7.10. Но моему коту всегда без разницы, во сколько я хочу проснуться, потому что ему обязательно нужно начать с утра мяукать, чтобы я ему налила водички. Ну и, собственно, наверное, я поздала в школу. Я протираю лицо салфетками от Стридекс и потом умываюсь гелем от Виши. Зацените, какая теперь у меня зубная паста. Она какая-то японская и стоила, по-моему, 2000 рублей. Я не знаю, что было в голове моего папы, но он решил купить такую пасту. И я, кстати, никогда не вытираю лицо полотенцем, всегда использую одноразовые салфетки. Нет. Ладно, сегодня я все-таки выделю время на зарядку утреннюю, которая состоит у меня из вакуума. Кстати, как его правильно делать, я рассказывала у себя в Инстаграме, подписывайтесь. Упражнение на пресс и мини-растяжка. И за 30 минут перед завтраком я выпиваю стакан теплой воды. Она помогает разбудить мой организм. Но, думаю, это для вас уже не новости. Теперь время макияжа. После того, как у меня появились проблемы с кожей, я забила на тоналку и решила по минимуму использовать консилер на какие-то сильные покраснения. А так, в целом, макияж у меня занимает минуты 4. Обычно мой завтрак уже, как несколько лет, это каша с какими-нибудь овощами или салатом. Сегодня это гречка и перчик. Кайф! Мой урок уже начался, а я все еще дома. А теперь время составить мне супермодный лук в школу. Сегодня я, пожалуй, буду коровой. Да не, на самом деле, я реально крутой симпатик. Сделали крутую прическу. Теперь надеваем колечки, сережечки. И можно, пожалуй, уже выходить из дома. Нет, я, конечно, могла бы уже идти в школу, но нужно же собрать рюкзак, как бы. И, наконец-то, наконец-то я выхожу из квартиры. Но теперь время снять сторис в инстаграм. Как без этого, я не знаю. Ну, а пока я ее снимаю, обязательно подписывайтесь на мой инстаграм или на канал, если вы вдруг еще почему-то не подписаны. Да-да, давайте-давайте. Доско. О, мой гот. О, мой гот. О, мой гот. Привет. 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 Да, по субботам я обычно провожу свое время, просматривая сериал на уроках. И сейчас я досмотрела игру в кальмара. Я думаю, что многие смотрели этот сериал. Просто напишите в комментариях ваше мнение. Если честно, для меня это такое сумбурное произведение искусства, но вообще интересная задумка. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, какие вы ролики хотели бы чаще видеть у меня. Сейчас я нахожусь, знаете, в таком состоянии поиска, поэтому рубрика «Мое утро» никогда, по-моему, не устареет. Но все-таки я хочу развиваться, возможно, в другом направлении. Однако я вас очень сильно люблю, целую и крепко-крепко обнимаю. Всем пока-пока.